Друзья, сегодня мы делаем заготовку для заглушки из материала эбонита. Вставляем заготовку в патрон, зажимаем, отводим суппорт. Отводим вручную суппорт. На безопасное положение подводим заднюю бабку со сверлом на 27,5. Зажимаем бабочку и начинаем сверление. Нет, я чуть-чуть неправильно. Подводим, вот так упираем, вот такое положение обязательно. Потом чуть-чуть отвели, поставили на стопор и включили меньше обороты. Потому что на больших оборотах не рекомендуется сверлить. И включили станок. И мы начали сверление. Каждый вот этот оборот, 5 миллиметров, мы считаем 2 миллиметра. 20 миллиметров. Надо 4 раза провести вот этот. Вот сейчас 2. Вот 3. И сильно давить не надо, надо медленно. Вот 4. Четвертый оборот. И выкручиваем. Отводим бабочку заднюю. Потом мы переворачиваем резет на отрезной. Так, нам надо отрезать по нашим размерам. Пробочка у нас 2 сантиметра 8 миллиметров. Мы подводим вот этот. Это у нас заменитель глубины. Мы подводим сюда. Вот так выравниваем по концу резет. И начинаем отрезать. Для отрезания мы включим больше оборотов. Потому что на малых оборотах крошится и бонится. Начинаем резать. Отрезаем, отрезаем. Потом в конце мы подходим вот таким образом. Что, конечно, и рекомендуется делать. Но мы сделаем. Потому что токарь судовой, хоть хреновый, но свой, всегда делает все по-своему. Поняли, господа? Токарь судовой, хоть хреновый, но свой, делает все на глаз. Или еще кое-что. Поняли? Ну вот это, это вот называется штангель. Но по токарному, по судовому. Называется мерилка. Поняли? Вот мерилочка, меряй. Что надо? Все, урок закончен.